Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я приветствую всех, кто собрался сегодня в преддверии 9 декабря. Правда, это будет, но будем считать, что в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией это уже наша традиционная встреча, потому что уже несколько лет подряд накануне этого дня мы встречаемся в этом зале для того, чтобы обсудить актуальные на данный момент вопросы, связанные с противодействием и с эффективностью этого противодействия такому явлению, как коррупция. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу представить участников нашей беседы, поблагодарив тех, кто, несмотря на массу препятствий, которые вызваны известными событиями, все-таки собрался в этом зале, представить наших экспертов для начала. Это Лохоцкий Александр Валерьевич, главный советник отдела антикоррупционного мониторинга. Управление президента республики Торстан по вопросам антикоррупционной политики. Не стесняйтесь аплодировать. Это очень непростая работа, поверьте. Вот буквально впорхнувшая в наш зал Юлия Владимировна Виноградова, директор департамента по молодежной политике. Спасибо, что пришли. Гадыльшина Зухра Ильдаровна, заместитель декана по социально-воспитательной работе юридического факультета Казанского федерального университета. Антонов Игорь Олегович, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского федерального университета. И обросимого Алла Владиславовна, председатель молодежного правительства республики Татарстан. Ну а наш разговор будут, в общем-то, вести, задавать ему тон наши главные участники, главные собеседники сегодняшней встречи, сегодняшнего ток-шоу можно назвать, а может и не ток-шоу, может быть получится задушевный разговор. Посмотрим. Это наши спикеры Шерша Равеля-Бадреддина, главный советник отдела антикоррупционных, как звучит красиво, антикоррупционных проверок управления президента республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Гузейров Решат Арифулович, проректор по общим вопросам Казанского федерального университета. И Лапенкова Алена Юрьевна, руководитель республиканской молодежной программы «Не дать, не взять». Тоже звучит очень красиво, «Не дать, не взять». Сейчас о том, кто дают и кто не берет, мы подробно, я надеюсь, и поговорим. Но прежде всего вопрос, конечно, к нашим спикерам. Я вот уже отметил особенность этого года, она вызвана пандемией, всеми ограничениями, которые возникли. На этом фоне шел спад всех видов активности, в том числе деловой активности. Вообще все, что могло припасть, все припало. А вот не безинтересно узнать, Ранья Равиа Бадридин, наверное, к вам вопрос, да? А вот коррупция припала на этом фоне или нет? Как вы оцениваете, еще, наверное, итогов года нет окончательных, но все-таки промежуточные существуют. Что происходит с коррупционными проявлениями в республике? Добрый день, уважаемые гости. Добрый день всем. Во-первых, хочу поблагодарить руководство Казанского федерального государственного университета за организацию вот такого мероприятия. На самом деле, мы сегодня понимаем о том, что именно профилактика, именно вот такого рода обсуждения, они во многом способствуют минимизации коррупционных рисков в республике. Поэтому основным направлением управления президента республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики считает именно профилактику. Вот что касается коррупции, коррупции она меньше не становится. Ведь вот если сравнивать коррупцию, вот у вас, наверное, всегда, когда в детстве, может быть, нарыв где-нибудь появлялся, да, как только нарыв появляется, мы ведь первое у нас впечатление какое, мы хотим его скрыть, да, не показывать мамам. И в результате у нас она нарастается все глубже и глубже, не дай бог еще потребуется хирургическое вмешательство. Вот и коррупцию можно также сравнить с этим нарывом. Вот когда она еще на зачатии, она вроде бы не так заметна. И как только в той или иной организации пытаются скрыть факты коррупции, пусть они будут минимальными. И вот как снежный ком потихонечку, потихонечку, и последующим уже потребуется хирургическое вмешательство. Вы уже знаете о том, что у нас в республике имеют место быть и коррупционным преступлением. К сожалению, происходит рост коррупционных преступлений. Но здесь это можно, в принципе, это объяснимо тем, что активизируются у нас не только те органы профилактики, которые этим вопросом занимаются, но и органы, которые занимаются с борьбой против коррупции, то есть правоохранительные органы. Да, на сегодняшний день коррупционные преступления имеют место. Но наша задача, вот задача всех здесь сидящих, особенно молодежи, на сегодняшний день нужно именно найти те места, те места и повлиять на это направление для того, чтобы минимизировать его. Ведь мы всегда говорим о том, что коррупция это не только одна сторона, которая нарушает, но и у коррупции есть другая сторона, которая способствует этому нарушению. То есть мы все вместе сидящие здесь, в том числе. И поэтому главное противодействие коррупции, это должно быть, здесь никто не должен стоять в стороне, здесь должны работать и государственные органы, и общественные организации, политические партии, религиозные организации, общественные организации, молодежи. И каждый человек, если мы все вместе будем заниматься противодействием коррупции, то тогда мы можем говорить о минимизации коррупционных преступлений. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем о том, что... Спасибо. Я услышал одну фразу ключевую, все-таки коррупционные проявления имеют тенденцию к росту, ну и к выявляемости, во всяком случае, да. У нас есть ролик, я хотел бы, чтобы сейчас наш режиссер помог нам посмотреть ролик по первому блоку обсуждаемых вопросов, и сразу после него мы продолжим обсуждение в том ключе, который вы сейчас задали. Можно? Как-то стало больше, да, да. Какое-то человеческое отношение появилось, вот не то, что Дашь на Дашь, а что-то такое. Ну мы стали больше узнавать о коррупции. Ну побаиваться стали, сажать стали почаще, может быть, и раньше сажали, только меньше об этом рекламировали. Вот, но я бы сказала, что жестче все стало. Так может мы победили? Может можно успокоиться и снизить темп работы? Безусловно, нет. Коррупция, как явление, очень сложна и легко приспосабливается к любым методам противодействия. Поэтому крайне важно воспитывать в обществе активную и, что не менее важно, конструктивную позицию неприятия коррупции. Сегодня позиция неравнодушных к негативным проявлениям в обществе людей становится значимой и важной, как никогда раньше. Именно они могут вести за собой и преодолевать инерционное сопротивление бюрократического аппарата. Мы должны, наконец, понять, что невозможно успешно бороться на международном экономическом ринге, будучи тяжело больной страной, пораженной коррупционной болезнью. Только сообща, реальными поступками сможем решить проблему, непосильную для каждого из нас по отдельности. Резервы этой работы видятся в цифровизации с ростом технического прогресса и мобилизации ресурсов. Электронная экономика не ограничивается электронной торговлей и сервисами. Она затрагивает каждый аспект жизни – здравоохранение, образование, интернет, банкинг и так далее. Республика взяла курс на повышение открытости развития IT-технологий. Для татарстанцев стали привычными функционирование системы «Народный контроль», портала государственных и муниципальных услуг. Мы уже имеем положительный опыт работы камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Чем меньше возможности общения водителя и представителя власти, тем меньше условий для коррупции. ЕГЭ снизил коррупцию при приеме в ВУЗы. Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг не только ограничивают возможности должностных лиц для вымогательства взяток, но при этом еще и в разы облегчают получение услуг для граждан. Учитывая массовый перенос документов и коммуникации на цифровые носители, логичным выглядит перенос общения с государством на электронную платформу. Татарстан стремительно превращается в центр самых современных технологий и инноваций. И это сказывается и на внешнем облике республики, и на менталитете его жителей. Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции по целому ряду важнейших показателей. Это результат целого ряда факторов, среди которых наличие важных сырьевых ресурсов, сохранение и развитие производственной базы, последовательные здравые действия и политическая воля руководства республики, ее президента по сокращению влияния коррупции на экономику и жизнь населения. Но есть еще одна важная причина, объясняющая очевидные успехи Татарстана, и состоит она в том, что мы не боимся учиться и экспериментировать, ошибаться и снова пробовать, чтобы в республике было внедрено все лучшее и передовое. Нам по силам справиться с любой поставленной задачей. Мы всего можем добиться, но только честно глядя в будущее и вместе. Сообща, возможно достичь главной цели – жить в справедливом обществе и честно. Уверен, у нас все получится и вместе мы справимся. Спасибо. Я напомню, что участники нашего сегодняшнего разговора тоже могут формулировать свои вопросы. Для этого давайте мне знать просто, и соответственно вам микрофон будет передан для того, чтобы вы озвучили ту проблему или тот вопрос, который считаете нужным сегодня обсудить. Ну вот, я, наверное, решатрифулочек вам сейчас, да? Вот рефреном ролика и рефреном того, что только что говорила Равия Абадреддина, звучало, значит, о том, что нам нужно активную непримиримую позицию занимать по отношению к коррупционным проявлениям. Все это как понятно, но немножко похоже на нашу с вами борьбу за масочный режим. Все знают, что маски надо носить. Ну, я, кстати, говорю, ведущий стоит на расстоянии полтора метра от всех, поэтому я так себе позволил, да? Все знают, что маски надо носить. Все знают, что без этого вообще смерть может тебя настигнуть. Ну, смотрите, какую борьбу ведем за то, чтобы носили. Вот так вот из коррупции все заняли активную позицию, а цифры говорят о том, что коррупционные проявления, видите, спад деловой активности, все, что могло, упало, коррупции нет. Что происходит? В чем, на ваш взгляд, основные параметры сегодня должны строиться антикоррупционной политики, каким образом можно все-таки выйти на эффективное противодействие этому злу? Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, гости. Хотел бы поблагодарить отдельный аппарат президента, Министерство образования, то, что вы еще раз и пришли, и на базе университета организовали совместно данное мероприятие. Я вот сейчас слушаю, Леонид Григорьевич, вас, и Руя Бадридин, надеюсь, не дастся обмануть нашей коллеге, кто напротив сеет. Я в прошлый раз, помните, вам говорил, когда мы собирались в Министерстве образования, говорил о том, что пришли обсуждать коррупцию, а по сути всю тему обсуждали вопросы, связанные с ковидом. Вот сейчас получается такой интересный момент, такой интересный разворот. И еще говорю, что здесь, наверное, то, что, Леонид Григорьевич, помните, когда в самом начале февраля месяца, когда мы еще начинали все эти мероприятия, связанные с ковидом, наши студенты из Китая, когда начиналось то, что из Китая все пришло сюда, то есть мы там обсерваторы, лагерь пламя, ну и так далее. Масса всяких мероприятий уже, как будто целая жизнь прошла с февраля месяца, а всего лишь еще год не кончился. И к чему все это говорю? В отношении того, что тогда все, половина даже народу ходила без масок, особенно, мне не надо, маска мне не нужна, ничего не надо. А вот как только начались рядом сложности с родственниками, то есть начали слышать цифры, когда люди болеют, количество заболевших у нас, там за 28 тысяч, вчера, по-моему, перешло около 29 тысяч, и человек все равно начинает, я смотрю, до этого я хожу по университету, как руководитель штаба по антиковиду, говорю, что одевайте, пожалуйста, маски, товарищи студенты, уговариваю, хожу. Сейчас смотрю, в здании в основном все ходят в масках, то есть все равно, как говорят в этих случаях, есть русская пословица о том, что своя рубашка ближе к телу. Здесь, к примеру, тоже так же. Поэтому здесь, вот то, что говорит в отношении ковида, то, что люди одевают маски, сейчас начали одевать маски, даже на улицах, я смотрю, люди начали ходить в масках. Если раньше в магазин говорили, оденьте маски, оденьте, сейчас одевают. Здесь тоже, да, сейчас теплее, да, да, девушкам теплее, ребятам. И к чему я все говорю в отношении того, что здесь примерно тот же самый параллель с коррупцией, связанным с тем, что людей это касается, когда только касается его лично. Вот на самом деле, мы сколько раз с нашими коллегами разговаривали в отношении того, что когда это близко к тебе, то ты начинаешь думать о том, что происходит с тобой. Я в прошлый раз, даже когда мы вышли в коридор, мы гораздо больше почему-то в коридоре обсудили, чем за кругом стало, у нас так получилось почему-то. И я всегда говорю, что наши ребята должны понимать, очень серьезный момент, я с самого начала, 1 сентября, когда читаю лекцию по коррупции, по экстремизму, терроризму, я говорю, вы все будущие родители, вы несете ответственность своих детей. Вот все, что вы совершите, все, что вы сделаете со своим здоровьем, со своей будущностью, со своей биографией, это все отразится на ваших детях. Все. Здесь, может быть, мы тогда больше осудили в коридорах, но я говорю еще раз момент в том плане, что даже когда вы что-то делаете, или вы говорите, вот решу сейчас проблему вот этим деньгами, вот этим минимальной суммой решу, оно потом как нарастающий ком, оно здесь решу, там решу, вот там решу, а на каком-то этапе один человек даже взять какой-нибудь предмет, да, я нашим студентам объясняю, даже вы решили вопрос, а кто-то скажет, вот здесь на самом деле выявляемость преступлений, кто-то скажет, да я не буду терпеть, я пойду до конца, вот принципиальный человек попадется. И таких все больше и больше становится, и среди студентов, и среди взрослого населения, потому что, я говорю еще раз, все, что касается коррупции, оно рядом с нами. И все, вот скажу очень громкие слова, но зависит от нас, потому что по-другому, вот здесь вот так-то, вот здесь вот так-то. Интересно, в плане чести студенты и наши ребята, молодежь, понимают, что вот если ты будешь себя вот так-то вести, тебя будут вот так-то называть. А в плане коррупции почему-то нет осознания того, что если ты будешь себя вести, то тебя называть будут не просто называть, потом уже тебя создастся, говорю, ты сам приходишь домой, да я решил вопрос, отдал там столько-то денег. Или у меня иногда даже, в прошлый раз я с своим родственниками ругался, я говорю, в отношении того, что сделали какую-то операцию, что-то сделали, надо дать. Я говорю, подожди, вам кто-нибудь сказал, что надо дать? Нет, никто не подходил. Я говорю, а для чего дать? Ну вот надо дать, хорошо прошла операция. Я говорю, ну скажите спасибо, обнимите, поцелуйте. Нет, все равно надо дать. Я говорю, если дадите, ну в общем, сам. Дальше пошел очень более серьезный разговор, и поэтому Леонид Георгиевич правильно сказал, что должно понимание не того человека, который только берет, но человека, который дает. То есть оба являются участниками преступления. Чтобы наши студенты понимали, что студенты, преподаватели. Поэтому сейчас утаить, особенно век цифровизации, если человек пошел, что-то купил, что-то взял найти, по-моему, что-то невозможно. Вы же все получаете кэшбэки, получаете, не знаю, какие-то моменты. То есть вы же все гораздо больше, чем я знаете. Все, что вы берете, все это учитываете, все это на виду. И рано или поздно, если человек все это, говорю еще раз, привлекает внимание, человек говорит, о, я раньше, ладно, как-то был вопрос, трехлитровую банку сложил, кубышку, и человек сидит, как скупой рыцарей там. Сейчас же человек, а-а-а, и пошел. В отношении того, что, вот к чему говорю, в отношении того, что понимание должно быть того, что вы делаете. Себя к этому толкайте и свое окружение. Поэтому я говорю еще раз, здесь я сколько раз говорил с нашими коллегами, кто вот общественной организацией занимается, студенческими. Больше ребятам надо говорить, что потом вслед за этим будет. А что дальше, как всегда говорят, а что дальше. То есть в отношении того, что вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, а менталитет-то меняется. Даже вот сейчас посмотрел на ролик, я в разных регионах тоже смотрю. У нас сейчас молодежь любит писать в соцсетях, что у нас все плохо, 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 бесконечно плохо. Посмотрите, даже в плане цифровизации автодорог, далеко, совсем, вот отъедете километров, наверное, 400-500 южнее, что там будет твориться с сотрудниками различных силовых структур, которые будут ехать на дороге. У нас в прошлый раз кто-то меня смеется, говорит, на дорогах почти не осталось этих сотрудников полиции, потому что все кругом, то есть обмануть, сказать, я такой-то, сякой-то, у меня там масса заслуг перед партией, перед правительством. Сейчас уже невозможно, потому что нарушил, заплатил штраф, хотя бы потом, может быть, рублем накажут, человек подумает, что делается. И я почему говорю, что всегда, ребята, ищите и положительное в тех изменениях, которые происходят у нас. То есть правительство, университет массу работы проводит, чтобы, на самом деле, с вами, как говорится, и показать вам, что мы делаем. Но всегда почему-то остается едовой. Понятно, что надо шлифовать, постоянно надо к этому стремиться, к совершенству. Но в отношении того, что, говорю, еще раз, надо начинать с самих себя. Спасибо. Говорят же, береги честь с молоду. Вроде бы, вот иногда бывает, допустим, гаечнику дал 5 тысяч рублей, там дал, а ведь где гарантия, что с той стороны окажется честный человек? И вы просто подставитесь. И в результате получится, что вы испортите всю свою жизнь, и не только свою. Потому что даже вот недавно, знаю, случай был. Молодой человек хотел устроиться на работу, на очень хорошее. Молодой человек достойный, все у него есть. Но единственное, его отец когда-то был привлечен за коррупционное преступление. И ему на этом основании отказали должности. И вот чтобы не было так, видите, как даже вот уже... Это уже прошло лет 10 после того периода, да? Но тем не менее, вот эти отголоски, вот этого нехорошего деяния, оно идет не только на себя, но и на близкое окружение, на детей. Поэтому думайте о своей безопасности, потому что переступить черту очень легко. А вот наоборот, наоборот, себе поставить заслон, это тяжело, да. Порой иногда соблазны, вот правильно говорит о том, что родственнику там операцию нужно делать, мы же сразу же думаем, давайте там деньги заплатим. А решает ли это проблему? Да, деньги можно заплатить. Но ведь тот врач, который это делает, операцию, он же независимый, он клятву Гиппократа связан. Он независимый от того, заплатили его, не заплатили, он такую же будет услугу оказывать. А зачем в таких случаях вот нужно поставить себе в нехорошее положение, потому что вы сами же будете каяться. Поэтому на самом деле надо думать всегда, прежде чем делать. И вот я всегда говорю, если вы не знаете порой, как поступить, поступить нужно по закону. Вот есть закон, вы должны следовать именно точки закона. Если вы будете поступать по закону, будьте уверены, что вас никто никогда не обвинит в том или ином нарушении. Спасибо. Вот то, что вы сейчас говорили, мне просто облегчает задачу перейти к Алене Юрьевне. Вот прозвучал тез, адресованный прежде всего молодым, о том, что вы все знаете. Это правда, действительно, без всякого лукавства. Но вот есть какая опасность, что это может порождать. Когда ты все знаешь, что все знают, и сам много чего знаешь. Первое. В том числе знаешь и схемы разные, хорошие. Второе. Некая безысходность. Все все знают. И что? И третье. Возможная вариация поведения в этой ситуации. Все и без меня и так решат. Вот как гаишники на дорогах. Их теперь нет, а порядок там обеспечивается уже и без меня. Ну и так по аналогии с другими ситуациями. И вот тут вот есть вопрос, который приходили загодя от студентов в ходе подготовки к этой встрече. Почему нельзя думать, что от тебя ничего не зависит? Вот я бы объединил вот это. С вашей точки зрения. Почему все-таки молодым, да не только молодым людям, но молодым в первую очередь, нельзя так думать? Когда ты вроде все знаешь, но имеешь то, что имеешь, и возможно три варианта твоих мыслей дальше, куда они понесутся, а может быть даже и больше вариантов. Почему нельзя отстраняться с вашей точки зрения? Вот ваше движение каким образом активизирует вот эту социальную, если хотите, политическую ответственность молодых людей за происходящее? На самом деле наше поколение не нужно активизировать усиленно, потому что, если говорить там, мы очень часто встречаемся с молодежью и обсуждаем вообще факты коррупции, факты общественной коррупции, о которых нам говорят различные блогеры. И мы открыто это обсуждаем, наверное, это нам огромный тоже плюс. Мы тоже открыто обсуждаем. Да, но сейчас молодежь немножечко другая. Мы стараемся смотреть на будущее, мы немножко рассчитываем, какое наказание за это будет. Да, немножечко остается старый менталитет с тем, что «а вдруг меня не заметят?» Ну вот, вдруг меня это обойдет. Но все же мы понимаем, что вот здесь я сейчас дам и решу маленькую проблему, но какая большая проблема у нас возникнет после этого? Мы очень часто ходим и в медицинский университет, общаемся там со студентами. Я сама, как студентка ветеринарного академии, понимаю, что... Ну, я вижу случаи, когда ребята на первом курсе покупают предмет анатомии. Анатомия — это самый обычный предмет, действительно, который нужен в любом случае, потому что ребята путают органы на операциях. И вы представляете, что будет, когда врач перепутает органы? Вы пришли сделать операцию там на желудок, а вам операцию на легкие делать, потому что он просто не знает основ. Что, уж так сильно путают? Уж настолько сильно путают. И действительно, это последствия. На пятом курсе оно возникает, и ты начинаешь его решать уже свою проблему с первого курса, ты начинаешь устранять на пятом курсе, когда у тебя впереди госэкзамены, и ты уже и так в стрессе. И тут вот как раз нам задумываться о будущем. Может быть, сейчас стоит поднапрячься и решить эту проблему честным путем. Но все-таки говори там, что коррупция — это плохо. Всегда в коррупции есть два заинтересованных лица. Ну, не показалось немножко себе противоречить. Наше поколение активизировать не надо. Мы и так, все, хорошо обслуживаем. Но мы покупаем анатомию активно. Но нам нужно напоминать о том, какие бывают еще из этого проблемы. Мы активны, у нас постоянные споры. Ну, и потом потом спорим. Может, вообще не пойдет печенкой заниматься. Есть вероятность и такая. Но есть вероятность, что мы всегда тоже говорим на мероприятиях, что коррупция начинается из детства. С маленькой ошибки, с маленькой шалости, которая нам, к сожалению, обошлась. Родители не заметили. Я там из копилки 10 рублей взял. Все, мама не заметила. И что начинается после этого? Каждый из нас такой, ну, возьму еще 10. Ну, возьму еще 10. Ну, еще 10. И так вот копилка пустая. Мама приходит. А ты не хочешь объяснить мне, что произошло? И с этого тоже начинается это. И на самом деле и с психологией работы с родителями тоже начинается коррупция. Как реагируют родители? У каждого из здесь находящихся в зале, если появлялись долги, родители начинали говорить, вот мне все равно как, но иди закрывай. Согласитесь, у каждого такое было. Я сама там имела задолженности в прошлом семестре, мне родители сказали, вот мне все равно как, но иди закрывай. А если бы мне сказали, я там сдала честным путем, потому что руководитель на антикоррупционной программы боюсь за свою репутацию как руководителя, но мне бы проще, наверное, тоже было бы отдать. Потому что я не буду ветеринарным врачом, у меня второе высшее образование в процессе. Но вот именно моя честь тоже с этой стороны рассматривается, как студента. И опять же вопрос к родителям. Почему бы мне сказать, а сдай вот в процессе следующего семестра совершенно спокойно и честным путем. Ничего не случится, если у тебя будет маленькая задолженность, но ты решишь ее честно. Это вам тоже на будущее, как будущим родителям. Как нужно разговаривать с своим ребенком, чтобы психологически он не пришел к коррупции. Потому что это огромная ошибка жизни. Спасибо. Вообще разговор так начинает разго... Вообще вот, Равия Бодридина, обратите внимание, в ветеринарной академии есть вопросы? Да. Значит... Да, даже вот на кто же, жалко. Да. Вот хочется продолжать и продолжать, но все-таки у нас еще несколько блоков, которые, ну, хотя бы затронуть мы сегодня хотели бы успеть. Поэтому, далеко не убегая от вашего же тезиса о том, что все должно быть по закону, вот я к нашим экспертам Игорю Олеговичу обратился бы с просьбами комментариев по закону. Это вечная дискуссия. Она никогда не закончится. Что в этом законе, в действующем законодательстве, не хватает для того, чтобы... Ну, вот пример был с ранкой, с занозой, например, чтобы все-таки максимально ускорить процесс выпячивания этой раны и ее, как говорят медики, нейтрализации, да, скажем так. Почему закон недостаточно эффективен часто бывает? А может, он очень эффективен, мы просто не замечаем. В общем, все комментарии по закону, вот нам бы тут разобраться. Спасибо большое за предоставленное слово. Работает, да, это все? Вы очень глобальный вопрос поставили, да? Наверное, здесь можно говорить очень долго и, наверное, не один день. Вы правы, вот, да, как говорится, не в бровь, а в глаз. Две точки зрения сейчас существуют. Первое, что не хватает законов, которые позволят бы действовать эффективно, да, то есть вести результативную работу с коррупцией. Либо, другая точка зрения, законов хватает, но, увы, не применяют их там, где нужно, как нужно, и те, кто нужно, да. Поэтому здесь я не смогу ответить вот на ваш вопрос по всем позициям, да, пожалуйста. Уголовное законодательство, да, то есть административное, гражданское, да, здесь, да, сам глобальный закон о противодействии коррупции. Здесь, наверное, скорее моя точка зрения может прозвучать вот за то время, которое у нас остается, что законодательство, безусловно, надо совершенствовать, но я все-таки отношусь с тем, кто считает, что его достаточно, да, то есть его, в принципе, достаточно для того, чтобы бороться с коррупцией и бороться с ней результативно. Вы тоже очень точно подметили момент, выявляемость и реальная коррупция. Если вы посмотрите то, что сейчас происходит, как применяются те законы, которые существуют, они стали применяться заметнее, да, посмотрите, кого задерживают, кого привлекают, в отношении кого дела ведутся, то есть это действительно заметная позиция, поэтому тут совершенствовать надо, да, то есть есть детали, есть нюансы, но, на мой взгляд, основа существует и основа вполне работоспособная, чтобы решать задачи вот по реализации антикоррупционной политики и в Российской Федерации, и в Республике Татарстан. Пожалуй, наверное, все, потому что если по деталям, это уже будет не одна лекция. А все-таки вот если на фоне такого достаточно жесткого законодательства продолжают заниматься этими делами, и цифры говорят о том, что ведь выявляемость растет, но можно выявляемость еще списать, но значит все-таки и сами факты имеют место быть, да, они тоже где-то не уменьшаются во всяком случае. Я с вами соглашусь, но мы ведь подходим тоже к очень интересному такому аспекту, проблемы, а коррупция – это вечно, и коррупцию можно победить. И на каком этапе мы находимся… В чуть-чуть другом срезе, не означает ли это, что все-таки поколение, вот раз мы поколенческий такой начали, еще немножко мотив, поколение определенное должно отойти со сцены, а вот уже новое, вот оно полностью вырастет в новом законодательном поле, и все, и все станет чище и лучше. Надо набраться терпения. Если печень не перепутывает… Вы знаете, здесь можно вернуться к тому, что я как-то люблю вспоминать этот замечательный случай успешности борьбы. Вспомните курение, то есть понемногу, постепенно есть результаты. То есть вспомните, что было лет 10 назад, что сейчас то, что коррупцию можно победить в один день, все понимают, что это большая иллюзия, то есть это невозможно. А то, что это должна быть постепенная, последовательная системная работа, это факт, и я думаю, что и молодежь это прекрасно понимает. И то, что вот мы сейчас услышали, несмотря на анатомию, которая, как выяснилось, покупает, все-таки, мне кажется, наша молодежь хотела бы жить в том мире, где коррупция будет по минимуму, или вообще ее не будет. И если они этого хотят, я думаю, что они сделают все, чтобы это состоялось. Спасибо. Есть, чтобы дополнить, да? К словам коллеги, вот насчет того поколения, вот изменения поколения, да, я в 90-м году закончила Казанский юридический факультет Казанского университета. И вот мне как-то раз КФУ задавали такой вопрос, а при вас были факты взятичничества? Я скажу, что нет. У нас, вот, знаете, даже мысли не было, чтобы какой-то экзамен, что-то можно было купить. Да, понятно, что законов, по сути дела, вот как на сегодняшний день у нас есть, их не было. Но мы просто подсознательным уровнем мы понимали о том, что нам нужны знания, а не покупные. И ни у кого у нас даже мысли не было. Поэтому ведь, когда мы говорим о том, что вот на сегодняшний день у нас молодежь говорит, а куда нам вот после окончания не устроиться на работу, да? Вот все от этого и исходит. Если вы на сегодняшний день успешны, Республике Татарстан даны все возможности, вы можете развиваться без коррупции. Я вам это могу гарантировать, потому что я, будучи, вообще проживая в совершенно другой республике, участвовала в конкурсе и попала в аппарат президента, я никого не знала. То есть открытый конкурс, который проводился в аппарат президента, я направила документы и могла попасть в аппарат президента, хотя сначала были сомнения большие о том, что, если честно сказать, я сначала в шутку это как-то это восприняла, потому что как я почитала объявление, направила, потом думаю, ну ладно, даже не пригласят. А каково было удивление мое о том, что мало того, что пригласили, потом меня признали победителем этого конкурса, поэтому я вам могу гарантировать, что в республике, если вы обладаете той компетенцией, которая нужна для того или иного работодателя, для вас все дороги открыты. Татарстан дает такие уникальные возможности. Хотите вы чиновником быть, ради бога, будьте чиновником. Но для этого нужно мало помочь, постараться. Анатомию надо выучить, конечно. Хотите вы быть успешным бизнесом? Сколько у нас молодежных разных грантов? Сколько у нас программ? Да ради бога! И я вас уверяю о том, что никакой коррупции в распределении вот этих грантов нет. Есть у вас желание? Есть у вас то, что вам предложить? Вот главный критерий. Поэтому на сегодняшний день знания и навыки, которые вы имеете. Вот что для вас ценно и то, что востребовано в Татарстане. Второе, я уже хотела бы прокомментировать насчет достаточности или недостаточности законодательства. Но уж поскольку мы сегодня говорим о противодействии коррупции, да, на сегодняшний день у нас в Республике Татарстан законодательство в этом направлении оно подготовлено или принято по мировым стандартам. Вот ничем не отличается тот уровень законодательства в Сингапуре от нашего республиканского. Все то, что основные пункты, которые имеются в этом направлении, у нас есть, но у нас мы сегодня поэтому и поняли, что дело не в законодательстве, а дело в воспитании. Поэтому мы и говорим о том, что основным направлением противодействия коррупции это должно быть профилактика. Поэтому мы сегодня вот и всю свою мощь направили именно на профилактические мероприятия, чтобы разъяснить людям. Ведь вот даже опросы на улице показывают о том, что разъясняя людям о тех или иных случаях коррупции, даже мы говорим о том, что вот никто у нас на сегодняшний день не гарантирован, несмотря ни на рамки, несмотря на былые заслуги, все несут ту ответственность, которую совершили. Видите, да, такие у нас уже случаи есть. Есть случаи у нас, когда в отношении глав возбуждаются уголовные дела. Поэтому на сегодняшний день главное, на что должно быть направлено вся работа наша, это профилактика. Мы должны донести до каждого о том, что коррупция это плохо. Если мы сами скажем нет, то тогда о чем говорить-то? Спасибо. Хорошая фраза прозвучала. Хочешь стать чиновником, выучи анатомию. Значит, наш следующий ролик, который нас позволит перевести в следующую плоскость обсуждения, такой как раз зоологический взгляд на коррупционеров, если можно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. И сейчас я думаю, что мы продолжим разговор в русле поиска, во всяком случае опираясь на какой-то опыт, формулы успеха в противодействии, в профилактике коррупционным проявлениям. Потому что когда говорится о том, что надо донести до каждого, это ведь не работа будущего, это работа, начатая уже некоторое время назад, достаточно давно и сейчас продолжающаяся и находящая свои новые решения. И вот здесь на помощь я хотел бы призвать наших экспертов. Юлия Владимировна, давайте мы с вас начнем. Если можно, как бы вы определили ту формулу успеха, по которой надо двигаться в профилактике? Нет, потому что если бы она была, я думаю, что тогда бы работа была уже проведена и все бы ей пользовались. Но я согласна с теми ораторами, которые говорили, что молодежь на сегодняшний день открыта к диалогу. Она открыто реагирует на все, что происходит, на все, что творится в интернете, на все, что пишется, на то, что происходит. И поэтому, если правильно действительно выстроить этот диалог, то, соответственно, можно получить положительный результат. Вторая, очень, думаю, важная задача, это действительно показывать последствия и показывать их визуально, то, что будет происходить. Потому что порой, вот как тоже сказали, что нужно решить задачу любым путем. Хорошо, задача решается, а что стоит дальше? Потому что порой мы не видим, вот мы решим эту задачу, мы ее устранили сейчас, а что мы создадим проблему гораздо больше, чем мы имеем сейчас, потому что экзамен можно действительно в рамках допсессии пересдать, а вот уже то образование, стать хорошим врачом, хорошим специалистом, уже, соответственно, это не купишь. И, наверное, это очень важно, что, допустим, в нашем университете, я считаю, есть, и в республике нашей, как уже отметили, тоже есть, создавать больше площадок для реализации. Потому что хорошо, даже если человек, он не стал врачом или не стал в этом направлении, но он может стать специалистом в другом. Потому что, когда студент начинает учиться в университете, сейчас действительно в нашей республике столько много условий, столько возможностей, я думаю, что вы согласитесь, что можно себя где-то попробовать и начать свой профессиональный путь. И я думаю, что и там уже начать его без коррупции, без каких-то подобных вещей, а именно за счет своего профессионализма, своих навыков и своих компетенций. Вот, наверное, вот тремя такими направлениями я бы, наверное, обозначила свои мысли. Спасибо. Ну и логично, Алла Владиславовна, если вы продолжите. Я бы здесь, наверное, дополнила вас, наверное, таким тезисом, как системность. То есть, конечно, мы можем вот здесь сегодня с вами поговорить, большое спасибо, разошлись, ну как бы и все. Но здесь действительно важна работа всех, и всех заинтересованных сторон. Это, конечно, и сами ведомства, и министерства, и управление, и руководство республики. Это и студенческие антикоррупционные комиссии, которые тоже сегодня существуют и эффективно работают. Это и помощники глав муниципальных образований, которые сегодня есть. Это и различные общественные органы, независимые эксперты. Конечно же, это СМИ, которые придают вот той гласности, которой мы как-то раз таки стремимся, которая может минимизировать или даже ликвидировать какие-то последствия коррупции или коррупционные риски, наоборот. То есть, здесь важна такая системная, сплоченная, командная работа для того, чтобы и выявлять эти риски, и их предупреждать, и, конечно же, ликвидировать. Спасибо. Я напомню залу, что у вас тоже есть возможность задавать вопросы. Вот уже вижу первую руку. Давайте мы дадим все-таки право залу, простите за тавтологию, воспользоваться с этим правом. Вопрос задать. Добрый день, уважаемые эксперты. Прозвучала такая мысль… У меня просьба представляться, потому что не все зрители знают вас. Меня зовут Андрей, я из представителей Института международных отношений. Прозвучала такая мысль о том, что за счет цифровизации в наших дорогах стало меньше полицейских, и деньги уже человеку не дашь, а камера все видит, и неважно, остаться человеком, кто он там, партии, правительство или просто человек. Тогда такой у меня вопрос к тому, что в больших городах, в столице, в Москве, Петербурге, даже в Казани, понятно из-за того, что камеры, коррупцию можно побороть. А вот что происходит на местах, в провинции, в маленьких городах, в селах, там, мне кажется, коррупция, наоборот, процветает до сих пор. И как с этим бороться? Спасибо. Ну, ваш тезис был, да, вам начинать. Наверное, начну с того, что, в самом начале начали обсуждать, и вот то, что сказали коллеги, в отношении того, что мы все живем не в аквариуме. Ключевой момент, здесь не только, наверное, должно работать силовые ведомства, различные властные структуры. Сегодня были такие полуулыбки, когда при распределении грантов и так далее. То есть я смотрю, изучаю глаза, мне интересно видеть обратную реакцию вашего на те сказания, которые идут от нас. И вот здесь, на самом деле, вот многие вещи, которые мы говорим, может быть, вы не знаете, но вот в отношении, я говорил, в отношении сотрудников полиции, да, в отношении трудоустройства, ну и гах, если кто-то не знает, просто многие же, ну, может быть, по возрасту меньше ездить по нашей стране, вот те же, я знаю, что на югах даже за должности, за какой должность, устроиться на должность, ты должен отдать определенную сумму денег. Вот тоже моменты такие интересные есть. То есть для нас, сказал, для Тарстана, для Казани это дико, кажется, что вот такой, как так. Человек, если он подходит по всем критериям, там, он вот такой, какой он должен быть, то есть ты его берешь, чтобы он тянул лямку, которую должен тянуть, и дальше идти с этим своим багажом. Ну, здесь немножко другое. И я к чему все это говорю в отношении того, что, поэтому, находясь в Казани, или учащаясь в Казани, да, то, что вы сейчас видите, вот недавно был очень интересный момент, приезжали из Буретии, и сюда в 19 веке приезжал Даржи Базаров, такой интересный сам себе человек, вот тоже, как раз, к нам касается исторический факт. Вот он здесь учился в 30-х годах 19 века. И интересный момент в отношении, как региона, да, в отношении того, что он здесь отучился, он себя вобрал в этот дух императорского университета, дух, вот он со своими однокурсниками, то есть они там, пять человек всего лишь доехали из Бурятии сюда, 19 веке, представляете, доехали. И настолько человек выучился, настолько человек поднялся и проникся духом императорского университета, после этого он был назначен, по сути, в должности генерала-майора советника, он вернулся, статский советник, по-моему, вернулся обратно в Бурятию. Ну, так получилось, скажем, его вернули. И вот он приехал, до конца своей жизни он был принципиальным, убежденным борцом с коррупцией. То есть принципиальным. И вот здесь, наверное, то, что вы находитесь в Казани, учитесь в Казани, то есть кто-то вернется к всей регионе, кто-то не вернется, но в отношении того, что вот здесь вы уже сами должны определять, о чем вы сейчас говорите, в отношении того, что где-то в регионах что-то творится, происходит, зависит же, вот даже вот сейчас начали говорить про будущее, мне на самом деле даже немножко покоробило, когда говорят в отношении того, что если люди не видят надежды или будущности своей, своей семьи, себя, вот здесь много вспоминается та же самая Белая гвардия, то есть вот такие моменты нашей классики, литературы, то есть вот оно, мы живем вот здесь, судьбой своей страны, и вот здесь нужно осознавать, что по большому счету мы какой-то еще период времени проживем, у вас большая длинная жизнь впереди, я сыну все время это объясняю, то есть вы видоизменяете это общество, и в отношении того, что что происходит там в глубинке, может быть кто-то, вот на самом деле человек говорит, я хочу бороться с коррупцией, вопросов нет, он говорит, я хочу стать честным чиновником, я хочу стать честным бизнесменом, ребят, все у вас в руках, также можно вернуться в глубинку и сказать, вот здесь стоп, дальше я буду на своих позициях принципиально, и вот здесь на самом деле развернуть, просто сказать, выступить, говорить, вы знаете там где-то в таком регионе, не буду сейчас регион называть, я дай бог сейчас назовешь, потом это скажут, как с институтом сейчас ориентацию бросит, в отношении того, что поэтому здесь в таком регионе, вопрос в том, что может быть надо саму сказать, что если вы считаете, что в этом регионе что-то творится нехорошее, вы же специалист в этой области, например, вы врач, вы юрист, вы международник, вы кто-то, я сказал, я поеду в этот регион, буду устроиться на какой должности, пойду в чиновничий аппарат, а институт международных отношений можно пойти в чиновники, можно пойти начать работать где-то на уровне администрации, и дальше, дальше, дальше. То есть по большому счету вот что нужно делать. Я так слышу есть подтекст, не забьют ли там в регионе в малом, да, ногами, пока ты свою позицию будешь проявлять, не останешься ли ты там один, ну это вот к тому вопросу, который мы только что обсуждали. Я еще говорю, да, Олег Георгиевич, я сначала говорил, что по большому счету мы здесь сидим, как на кухне сидим, обсуждаем вопросы, чтобы вам было немножко, и нам яснее было, что вы выражаете свои мысли, и мы постараемся вот как-то ближе быть пониманием и менталитетом. И в отношении того, что вот здесь забьют ли, по большому счету мужчина должен быть боец, боец, и в отношении того, что если он выходит один на один, и какой-то вот масса людей смотрит, все фильмы по жизни, наверное, кто-то является различным там единоборством, занимался. И в отношении того, что если вы хотите с этим бороться, один, да, наверное, а есть рядом второй, рядом есть третий. Вот помните те же самые ситуации на юге России, когда в станицах различные там происходили ситуации, все равно кто-то добили же, пошли до конца. Поэтому я к чему говорю, что по большому счету вот вы говорите, нужно может быть вот, просто взял и сказал, давайте мы туда армию отправим. Пусть там всех расстреляют. Нет. В отношении того, что вот там надо тоже приходить, говорить, ребята, вот это, вот это, вот от нас все зависит, от дальнейшего движения нашего, нашего, именно нашего взгляда, нас в эти регионы. Добро тоже должно быть с кулаками. Все-таки это классика. Спасибо. Да, конечно. Ежегодно по ровным республиканской образовательную смену фарон противодействия коррупции. Я вижу, что и Максим, и Артур здесь, которые в прошлом году с нами были. Мы одним вечером смотрели фильм «Дурак». И как раз, если ребята вспомнят, то этот фильм был про историю того, что молодой человек поднял факт коррупции и пытался его решить. И после этого он столкнулся с буллингом со стороны общества. Я в этом году посетила форум в Калининграде, который был посвящен теме суицидов и буллингов со стороны молодежи. И на самом деле мы тогда поняли, что это все настолько взаимосвязано. И по факту ребята, которые студенты, которые сталкиваются с коррупцией, если бывают случаи, когда вся группа говорит «Да ладно, давай купим», «Да ладно, давай», а он говорит «Нет». Принципиально он оказывается жертвой буллинга и со стороны преподавателя, и со стороны своей группы. И это на самом деле самое страшное, когда твои же друзья, твои же одногруппники начинают тебя после этого травить. И, ну, если честно, давайте, по примеру, я видела такие группы, и видела группы, когда ребята просто говорили «Ну ладно, ты хочешь сдавать? Иди сдавай!» Но есть такой предлог, что преподаватель не имеет права принимать предмет только у одного студента. То есть рядом кто-то все равно в этот момент должен находиться. Это был тот случай, когда вся группа пришла и сидела, слушала, как студент сдает, чтобы просто его преподаватель не мог завалить. И, ребят, если вы знаете такие случаи, когда это так произошло, поддержите своего одногруппника за его принципиальность, если вы не стали такие принципиальными. Ну, просто поддержите за его честность. Это на самом деле очень важно. Моральная поддержка студента. Спасибо. На самом деле, моральная поддержка друг друга именно в такой трудной ситуации, она важна. Коррупция это, конечно, не было связано. Когда на втором курсе истории КПС создавали, мне учитель истории, из-за того, что я первая зашла и без подготовки готова была ответить на тот вопрос, на который, с его слов, ни один студент еще в КФУ не ответил. И когда я отказалась поменять билет и сказала, что я готова ответить, он мне поставил тройку без принятия экзамена. И после этого у меня все одногруппники встали, пошли в деканат, отказались от сдачи экзамена последующим этому преподавателю. Этого преподавателя у нас сняли, но я, правда, свою тройку не поменяла, хотя мне сказали, давайте поменяем. Я тем более была членом партии в то время. Что касается истории КПСС, я знала в совершенстве, но тем не менее вот эта тройка у меня, которая испортила мой диплом, он остался как память. И до сих пор я гордостью про это рассказываю. И вот на самом деле вот мои одногруппники, они вот таким протестом своим, они тоже рисковали по большому счету, но тем не менее они добились успеха. И здесь вот если на самом деле, ведь мы знаем о том, что бороться коррупцией не так-то просто. Это вот сказки, кто говорит о том, что это очень легко, это очень тяжело, очень тяжело. Вот могу из своей практики даже рассказать вам, когда в седьмом классе у меня дочка, из-за того, что она оказалась в классе единственной, которая этому преподавателю не ходила на репетиторство. Но тем не менее это ей не помешало занять первое место в районной олимпиаде, именно по математике. А она взяла и выставила четверку. Не по оценкам, а из-за того, вот и вот когда стал вопрос, а почему четверка, она хуже знает, чем другие? Ответ был другой. Нет, она лучше всех. И вот я могла бы, конечно, деньги у меня были, я бы могла бы ей заплатить за репетиторство. Это, я думаю, что своего рода вымогательство, это было взятки, да? А я взяла и перевела в другую школу. А на пять лет последующих ездила 50 километров в школу другую. Спасибо вам. Я думаю, мы еще вернемся. Но мы вот плавно перешли еще к одной теме. Может быть, и хорошо, что мы их совместим, связанные с психологичными аспектами. Есть вопрос в зале, но я бы хотел вот то, что начали сейчас говорить с темой буллинга, тема психологического состояния, группы, одногруппников, вообще, которые царит там, вот что называется, на низовом уровне, призывать в качестве эксперта сейчас по этому вопросу Зухру Эльдаровну, потому что вам ли не знать, что там происходит и что может со своей стороны противопоставить или предложить, может быть, педагогическое сообщество, да, профессорско-преподавательский, как мы называем состав. И что с вашей точки зрения можно сделать для того, чтобы в группе внутри коллектива остановить такого рода, ну, в общем, опасные движения они же, видите, тут даже с темой суициды, вы говорите, увязывается иногда результат трагический такого рода противопоставление себя большинству, если большинство на самом деле не очень право. Да, в общем-то, можно с вами согласиться, но вы знаете, такого рода крайности, то есть то, что связано с суицидом, когда, ну, как белые вороны в группе, и такие случаи действительно, к сожалению, они есть, но с другой стороны, вы знаете, я хотела бы, вот здесь уже прозвучало относительно вопросов воспитания, то есть воспитание, которое должно быть заложено в семье с малых лет. И вы понимаете такое отношение, когда, ну, как бывает то, что один или одна девушка в группе идет против группы, и когда группа настраивается против этого студента или студентки, я всегда говорю о том, что не то, что не хватает, а отсутствует вот это вот воспитание, и вот это психологическое давление, вы знаете, оно здесь, ну, вот опять же, к сожалению, то, что есть такие моменты, когда студенты, они вообще слышат, не хотят о том, что они считают себя правыми, они считают, что если мы так, значит, все так должны быть. То есть, есть, ну, определенного рода давление, психологического давления, вот, но если это не заложено в семье, но, к сожалению, есть тоже разные семьи, то есть, социальный статус тут никто не отменял, поэтому в этой связи, и, конечно же, даже будучи как юрист, я хотела бы еще тут как бы вот это вот совместить, конечно, не каждая семья, не в каждой семье есть юридически подкованные родители, и не каждая семья может довести вот с точки зрения закона, что так поступать нельзя. Но для этого, я как бы считаю, действительно, здесь должны быть такого рода, тоже было сказано, я поддерживаю, профилактические, предупредительные меры, и это не в такой жесткой форме где-то, потому что изначально, когда они маленькие дети, они вот каких-то таких серьезных вещей они не воспринимают. Почему ведь даже психологи те же по каким-то, когда есть тельные психические или психологические нарушения у тех же детей, школьников, студентов, они где-то в игровой форме доводят это до ума, до сознания вот этих вот, ну скажем так, нашей молодежи от мало до уже студенческого возраста. Потому что это нужно как, ну это на мой взгляд, и как юрист, и как вот замдекан по социально-испитательной работе, потому что долгие годы я занимаюсь по этому направлению, наверное, здесь вот уже я скажу к счастью, у нас не так много было таких, и можно привести примеров, можно даже сказать, что не было. Хотя, вы знаете, когда к нам на юридический факультет поступали и поступают, но сейчас не так это говорится, но в свое время говорилось о том, что, ну конечно, на юрфаке там одни мажоры учатся, и вы понимаете, если тоже вот такой психологический какой-то такой был дискомфорт, даже если не игнорировали, если там, допустим, это не было создачей экзамена, зачета, если кто-то один-два были против, мы пойдем сдавать, у нас нет денег, вот, то даже уже при поступлении был такой психологический момент, и он сейчас тоже есть, он тоже присутствует, то, что, да, вот у этого, потому что это ведь не только в садике, это не только в школе, даже по верхней одежде, будем так говорить, или по всяким сейчас гаджетам и так далее, кто-то себе может позволить, кто-то нет, и это вот чисто, вы понимаете, это опять, как бы там ни было, все сводится к тем, наверное, азам, к тем корням, которые мы называем семья, ну, а то, что, как бы, мое видение, ну, это надо работать, работать со студентами, и именно с точки зрения того, что с пониманием, а не свысока, то есть, может быть, даже где-то на их уровне мы должны видеть и слышать их, их видение, ну, где-то, наверное, не идти у них на поводу, потому что бывает такое, что профессорский, преподавательский состав иногда идет на поводу, а иногда, ну, наверное, выставляет свою такую претензионность, ну, не напрямую, будем так говорить, но тем не менее, то, что получается, а к студентам деваться некуда, поэтому я думаю, что этот вопрос решаемый и решаемый на любом уровне, хоть на высшем, хоть на том уровне, где у нас студенты, и на уровне родителей. Спасибо. Спасибо. Я думаю, вообще, с юрфака не надо бояться быть исключенным, да, если что-то не получается. У нас есть опыт, да, исторический, памятники потом ставят таким студентам. Да, Вопрос? Все задумались, кому памятник. Вопрос такой, у меня есть две близкие мне истории про коррупцию. Не называя имен, а пишу о две ситуации. Первая ситуация, человек получил на тренировке травму колена. Операция нужна немедленно, иначе все, человек останется хромым и всю жизнь. В итоге ему говорят, у вас, ваша очередь подойдет через 9 месяцев. Этот человек дал взятку в размере 30 тысяч рублей, и его срок сместили, и буквально через 2 недели его прооперировали. Это первое. Вторая ситуация. Человек ни разу не жил в студенческом городке, но очень хотел жить в деревне универсиаде, но при этом он не заработал баллы. И в итоге он, оболгав человека, сказал, что его избивают. Он пошел в департамент, и его выслушав, и зная, что он друг более высокого человека, его отец, его просто переселили в деревню универсиад. И мой вопрос, как можно было бы избежать эти две ситуации, которые произошли в действительности? Спасибо. Спасибо. Очень хорошие жизненные вопросы. Александр Валерьевич, вы можете подключиться к обсуждению по первой части? Вообще ситуация очень знакомая. Когда есть платная, есть бесплатная, есть плановая, есть внеплановая. И тебя просто принуждают вот такими обстоятельствами пойти на определенную сделку совести. Не только в здравоохранении, такое еще и в других трасслях присутствует. Большое спасибо за то, что предоставили слово. Да, на самом деле, я в похожей ситуации только с другой стороны столкнулся сам. Когда мне сделали операцию на... Ну, аппеницит у меня был. Лежал я в больнице. И со мной в палате тоже лежал молодой парень. Значит, у него там какая-то другая была операция. И однажды, когда его положили к нам в палату, я в коридоре увидел, значит, что он вместе с каким-то мужчиной стоят около хирурга. И что-то ему с хирургу пытаются пакет какой-то отдать. Презентуют. Да. Ну, и я потом у него спрашиваю, вот там, что у вас было-то? Он такой, а ты представляешь, вот сейчас у меня папа приходил, мы хирургу хотели отдать 15 тысяч рублей за то, что он все так хорошо прооперировал, а хирург отказался. Представляешь, вот какой дурачок. Я говорю, ну, наверное, он все-таки не дурачок, а он все-таки за эту работу деньги получает, и можно было просто поблагодарить, что все прошло нормально. Здесь как раз вопрос совести человека. Да, можно взять миллион, хирург точно не получит взятку, миллиард тоже не получит. Вот взял он свои 30 тысяч рублей, один раз взял, второй раз взял, третий раз взял, но потом, после четвертого раза, бац, у него браслеты на руках оказались металлические, ведут его в камеру, и как он после этого будет смотреть в глаза своим детям, в глаза своим родителям, в глаза своим коллегам после того, как он попадет в такую ситуацию. У нас очень много бывает случаев, когда выявляют такие нехорошие ситуации в сфере здравоохранения. Вот буквально недавно в общественной палате был прием, пришел человек, пожаловался на похожую ситуацию, в которую он попал, и после проведенных проверочных мероприятий выяснилось, что да, врач брал взятки, и сейчас он находится под арестом, ведется расследование по его ситуации. И здесь нужно помнить, что сколько веревочка не вьется, а конец у нее всегда бывает. И рано или поздно на руки этого врача, который взял взятку так же, наденут браслеты. И здесь все-таки нужно помнить старый принцип, который нас на юрфаке КФУ еще учили на первом курсе, что твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. и ведь подвинув кого-то в очереди, встав, так сказать, вперед списка, этот человек, ну, он получается обрек на нехорошие последствия другого человека, пострадал другого человека. И рано или поздно это тоже вернется, человек, который дал взятку. Земля круглая, все возвращается нам так или иначе. Вот поэтому я считаю, что здесь в итоге пострадают и давшие взятку, и принявшие взятку. Спасибо. Спасибо. Есть что дополнить, да? Да, я думаю, что молодой человек этот вопрос задавал не сверхфака, не имеет юридического образования, скажу по-другому. В отношении того, что человек знает о правонарушении, но, как говорится, не заявляет о нем, это тоже определенное правонарушение. То есть, надо немножко знать уголовного кодекса, это первый момент. В отношении того, что вы знаете, кто дал 30 тысяч, кто дал взятку и кому дали взятку. По большому счету идет как соучастие. Это просто общий момент. Следующий момент. В отношении того, что вы говорите, вот мы на самом деле на уровне, наверное, ректората, ректор Ишан Травкадов все время об этом говорит. В отношении того, что вот, Илья Владимировна, слушаю, да, мне интересные моменты такие возникают все в голове. Да, да, да. Я вот тоже, я хотел вам слово передать, но... Сидим на кухне обсуждаем, но я поэтому вот моменты такие. И в отношении того, что Ишан Травкадович говорит, давайте прозрачно сделаем заселение, да, давайте. Давайте это сделаем прозрачно. Давайте это сделаем. Давайте вот это сделаем прозрачно. Давайте студенту дадим больше самоправления. Давайте дадим. Да, здесь. И вот меня вот интересует вот момент тонкости, да, то есть то ли мы неправильно говорим, то ли не там мы говорим, то ли мы не можем достучаться до или до осознания студента, наверное, на первом... Может, это самое начало, в первом курсе надо закладывать, дают моменты. В отношении того, что если вопрос касается безопасности университета, безопасность университета, а здесь безопасность университета конкретно касается. То есть многие моменты есть смежные, то есть моменты есть работы студенческих организаций, но это, я думаю, Юра Владимировна отдельно расскажет. Я скажу по плане безопасности. Вот у меня, я в прошлый раз говорил уже на круглом столе, Кремлевская 6, дробь 20, Кремлевская 6, дробь 20, Гузейров, Решат Арифович, есть приемная, 207 кабинет. Номера там нет просто. Приходит, там написано, Гузейров, заходит туда. Если вот приходите, скажите, я по личному опросу, приходите ко мне, мы посидим с вами, поговорим, пообщаемся, что вы знаете, где что происходит. Мне нужна конкретика. Чтобы работать по конкретике, мне нужны конкретные явки, пароли и так далее. Вот если у вас интересные те вещи есть в отношении того, что где-то вот здесь прошло и, как сказать, по блату, что ли, да, как сказать, слово старое, доброе, по блату заселили и вы говорите, что вот эти моменты есть, не надо бежать в соцсетях писать, я вот такой-то, вот я знаю это. Приходите. Я так даже, да, все пришло. Да, да, нет, нет, двери же открыты. Я еще говорю, я всем студентам нашим говорю, вот сейчас, надеюсь, идет какой-то будет запись, наверное, в этот момент, я тоже, пусть студенты еще говорят, приходите, мы поговорим, посидим, попьем кофе, пообсудим, что вот есть реальное, что-то есть. Еще мне сейчас многие будут говорить, а это уровень про ректора. Это не то, что уровень про ректора, это работа про ректора. То есть приходите, мы поговорим, я посмотрю и, исходя из этого беседы, мы найдем, как из этой ситуации выходить. Либо так, либо сяк, либо так. То есть уже что было, что сподвигло на это, ну здесь уже переемно-юридически, была ли коррупционная, вернее, корыстная заинтересованность, финансы, кто вокруг стоит, кто это организовал, кто был, то есть все полностью, всю схему посмотрим, расскажем, а дальше будем принимать решение. То есть еще раз говорю, что вот здесь, когда моменты обсуждают, у меня есть такой жизненный опыт, говорится. Я вас жду у себя, а мы только вот здесь слышим, да, об этом жизненном опыте. Я прошлый раз на круглом столе тоже подобные опыты слышал. Вот я прихожу на такие круглые столы, мне говорят, вы знаете, мы вот здесь знаем, где кто-то там физкультура, или там еще кто-то, анатомия, гистология. Ну, тумя. Да, да, приходите, приходите, поговорим. На самом деле можно я здесь тоже включусь в этот процесс. И касательно моего предмета анатомии, вот сколько ты не говоришь, заходишь в кабинет, и вот я по себе знаю, заходишь, говоришь, а потом тебе говорят, я тебя отчислю. К сожалению, в некоторых вузах такие ситуации бывают, когда после этого студент получает угрозу. Мы знаем это, как я, курирующий человек студенческой антикоррупционной комиссии, знаю, что если я прихожу в какой-то вуз и разговариваю со своим руководителем студенческой антикоррупционной комиссии, вокруг меня будет видеться вот такая стая преподавателей, слушать, а что они там обсуждают. Если вы понимаете, что вы пришли к Решату Рифуловичу, не дай бог, он не решил ваш вопрос, и он не поднял этот вопрос, вы всегда можете прийти к нам. Мне можно написать в личных социальных сетях с пометкой по поводу антикоррупции, тогда я отвечаю, мы пойдем уже дальше с вашим обращением, но анонимным. Это обращение будет написано от моего имени. Слава богу, мы на это имеем полномочия в данный момент, и сейчас мы будем поднимать на республиканском антикоррупционной форме, чтобы наши полномочия еще увеличивать. Но если не решается вопрос, приходите тогда к нам. Мы работаем анонимно, нам важна ваша безопасность. У меня тоже есть с полномочия, скажем... Ну, с полномочиями все в порядке, да. В данный момент в рамках должности проектора по общему вопросу, поэтому еще раз говорю, здесь полномочия, наверное, не будем говорить. В отношении того, что будет именно вот эта проблема есть, и я думаю, что мне коллеги не дадут обмануть. Мне кажется, надо последовать... Мы найдем максимальное решение для того, чтобы... Не точку омноготочии, я думаю, вы поставите в этой дискуссии, но меня вот все-таки вот этот момент анонимности все время смущает. Вот мы как-то стали формировать... А простите опять про поколение, да. Вот здесь присутствующее поколение, да, в анонимных категориях. Мы так долго от этого уходили после 37-го года исторически, да, и к этому вернулись. К сожалению, мы до сих пор обманемся. Причем анонимки стали такой популярной штукой, но стучать гадость анонимно, да, 37-й отдыхает. И вы опять говорите, давайте анонимно. Я говорю, здесь буллинг, здесь есть моменты... Я вот как раз хотел... А что, он всегда был? Хотел еще момент развернуть, да, в другую сторону. Нет, сейчас в другую сторону. Это потом, как один из вопросов. Вот как это по-моему... Мы, по-моему, вот мы сейчас... Я здесь соглашусь, потому что когда мы учились, что было у нас, да, потом 90-е годы, вот особенно вторая половина 90-х годов, у меня такое ощущение, что мы вот сейчас, какое-то наше общество выздоравливает от того, что... И вот с этим выздоровлением появились, кстати, вот эти анонимности, потому что есть вот эти моменты боулинга, есть моменты, когда затравливают до конца и так далее. Я боюсь, знаете, что подрастет поколение, да, вот обезоведется семье, квартира соседа понравится. То, что мы с вами имели исторически. А традиция анонимки останется. Опыт массового... Это отдельная дискуссия. Я думаю, про это можно говорить долго. Она вносит за собой достоверность, а эта достоверность может сломать судьбу человека. Вот об этом когда-то думается, нет. И вот как раз, но хотелось бы сейчас не об этом, а вернуться к вопросу, к которой, к ситуации. Во-первых, вот сейчас Решат Рифулыч говорил о том, что о прозрачности. Мы на самом деле уже 4, даже, наверное, больше, чем 4 года назад начали заниматься тем, чтобы вовлечь как можно больше вообще студентов, в общественных организациях, объединениях, в том, чтобы принимали участие по заселению. Вот здесь Зухрая Альдаровна, она тоже как бы подтвердит, но я думаю, здесь многие студенты есть, те, кто принимают участие в этих комиссиях. Департамент не имеет вообще функции кого-либо заселить. Потому что на сегодняшний день, в этом году, первый раз мы заселяли так, что все представления в приказ формировались электронно. Загрузить их может и залить только институт. Решение принимает комиссия, в которой больше в этой комиссии студентов, а, соответственно, не сотрудников. Дальше вот то, что сказали вы сейчас, что там кого-то избили и так далее, не принимается решение департаментом. Принимается решение, вот если у кого-то в институтах были подобные случаи, я всегда созываю огромную комиссию. Это замдиректор, это председатель студсовета, это общежитие, это сотрудники службы безопасности, и где это разбирается. Последний случай, не буду называть фамилии, в пятницу произошел, когда подрались два студента, и один из них инициирует. Вот меня избили, пожалуйста, выселите его из общежития. Я говорю, а как, если сейчас придет второй студент, у него будет свое мнение. Здесь мы не имеем права вот именно на основании. Притом я говорю, хорошо, чтобы мы созвали сейчас комиссию, напишите, пожалуйста, заявление, чтобы я на основании вашего заявления собрала всех. Он говорит, я писать не буду. Но даже потом оказалось не его, оказалось просто человека, которого он знает, избили. Я говорю, хорошо, есть факты, но мы не хотели это выносить, но вы выселите другого. То есть вот поэтому очень часто, и пока вот это все дошло до сегодняшней аудитории, это может быть искажено. Но на сегодняшний день, я систему объяснила, она настолько прозрачная, и не департаменты, другие, кроме института, не имеют права. Мы даже ни комнату не можем определить, ни согласовать. То есть мы видим конечный приказ, когда заселяют студента. У вас был ответ, да, Камьян? Если только очень короткая реплика, потому что еще есть вопрос в зале. Ага, микрофон передайте. Сейчас короткая реплика, мы посмотрим еще один ролик, и ваш вопрос завершающий будет. Про момент анонимности, что вы говорили. В 2018 году мой однокурсник выложил видео о пропаганде на выборы, и университет оштрафовали на 400 тысяч. И в итоге у моего однокурсника началась травля про анонимность. Про тот вопрос, про то, что назначаются институты. Замдиректора по социальной и другой момент, они подчиняются, в том числе, департаменту по молодежи и так далее. Нет, они не подчисляются. Вот ни в чего подобного. Откройте, пожалуйста, должностные инструкции. Они подчиняются декану и директору института. И не подчиняются департаменту. Ну, в любом случае, как раз-таки анонимность помогает избежать. В любом случае, мы видим, что есть еще зона непонимания. А все-таки сегодня и наши уважаемые спикеры призывали к более активному диалогу. То есть есть что еще пообсуждать, есть что еще расшифровать в отношении друг с другом. Адреса точно записать, куда обращаться. Все-таки моментально желательно, а не спустя длительное время. Ну, и есть спорный вопрос. Мы сейчас не будем их, конечно, развивать. Просто у нас не хватит времени. Но к законодателям, к специалистам в области законодательства, конечно, мне кажется, это тоже очень интересная тема, которая требует еще дальнейшего диалога. Как быть, когда на кону жизнь, его оденут наручники потом. Ну, тот-то будет хромать. С другой стороны, он действительно что-то место занял. И вот такая сложная, морально-этическая и законодательная катавасия, которая имеет место быть, она требует, наверное, дальнейшего диалога и расшифровки поведения в таких ситуациях. Я благодарю вас за вопросы, достаточно актуальные. Сейчас еще один ролик, и потом ваш вопрос. Мы так благодарны, вам так благодарны. Это... Нет, нет, не отказывайтесь за особое отношение к нам. Возьмите, возьмите. Спасибо. Мы бы с Ванечкой очень хотели попасть в ваш детский сад. Извините, у нас нет места. Ну, может быть, в порядке исключения ради нас. Разве что как исключение. Вы же знаете, что наш Иван очень умный. У него не может пойти за четверть-три. Мы к нему еще очень лояльны. У него вообще два выходят за полугодие. Наш ребенок не может получать плохие оценки. Для этого нужно хорошо учиться. Может быть, это как-то изменит отношение к нам? У нас ко всем одинаковые отношения. Уберите. Сынок, пойдем отсюда. Мы бы очень хотели поступить в ваш лицей. Да, я знаю, но у нашего сына не самые лучшие оценки. Но, может быть, мы сможем это решить? Я думаю, все решаемо. Молодой человек, тут маловато для красного диплома. Вы же понимаете, но не скупитесь. Понимаю. О, как хорошо, когда люди друг друга понимают. Чтобы сдать новый дом, нам не хватает только вашей подписи. Но объект не готов. Вот, например, пожарные требования. Вы же знаете, это мелочи. Скоро все устраним. Зато подумайте, сколько семей, наконец, получат квартиры. Кстати, вы в их числе. Мы знаем, что у вас скоро свадьба и считаете это нашим подарком. Вот, пожалуйста. Здесь подпись и здесь. Дорогая, это наша новая квартира. Тебе нравится? Да, Вань, но с этим домом были проблемы. Я помог решить эти проблемы. Все в порядке. Алло, служба спасения. Помогите. Кругом огонь, пожар. Я не могу выйти. Огонь совсем близко. Мне страшно. Доктор, доктор, я муж пострадавший. Пожалуйста, помогите. Доктор, любые деньги, любые. Доктор. Уберите конверт. Я сожалею, но деньгами здесь ничего не решить. Когда вы предлагаете взятку или берете ее, помните, вы не просто нарушаете закон. Вы совершаете преступление против себя, против своих близких, против своего будущего. Спасибо. Хотя мне лично кажется, что вот тот ролик просинок был честнее, где такой круговорот бесконечный, да, вот, коррупционных составляющих, порождающих одно и другое. Здесь все-таки врач не взял, потому что уже был не за что. А если предположить, что есть за что, то круговорот дальше продолжится. И это, конечно, вызывает очень много вопросов. И вот необходимости такого рода встреч, которые мы сегодня проводим. Ваш вопрос. Всем добрый день. Меня зовут Полина. Я представляю Институт психологии и образования. На самом деле, да, действительно, очень много вопросов возникает ввиду нашей беседы. Но не всегда мы находим вовремя момент, чтобы задать этот вопрос. Мой вопрос будет обращен к Ришату Рифулычу и Зухре Эльдаровне. Наверное, как-то больше к вам. Вы говорили о том, что молодежь формирует нашу страну, и мы сами, ну, как бы создаем будущее. Но при этом также мы говорим о том, что существуют определенные паттерны поведения наших родителей, которые нас всех здесь воспитывали. Все-таки мы еще воспитывались тем поколением, которое отдает врачам конверты, дарит букеты и шоколадки. Так вот, возникает вопрос. Какую тогда профилактическую работу необходимо проводить еще и с родителями? Я сейчас рассматриваю ситуацию школьного психолога. Например, родительское собрание, профилактика того же самого буллинга может осуществляться этим специалистом. Но, насколько мы знаем, школьный психолог достаточно занят, и возникает вопрос нехватки кадров и даже государственного обеспечения на зарплату этим специалистам. Вот как решать эту проблему. Такой вопрос. Я бы еще только уточнил по возрасту, что сегодняшние родители – это люди почти вашего возраста. Это 27-28 лет, типовые мамы. Мы видим в соцсетях, что они вытворяют действительно, и как мучают педагогов своим совершенно недостойным поведением и отношением к действующим правилам, к законодательству и так далее. Тут вот даже не поколенческая уже проблема, это все-таки проблема того, как людей, которые нацелены любым путем помочь своему чаду или кому-то близкому, как остановить его, перевоспитать и заставить других ситуаций действовать по-иному. Вот адресаты есть? Вам слово? На самом деле, как мы говорили, смотря на ваши высказания, вы каждый, с точки психологии снова, каждый говорит, заметьте, каждый, кто говорил, кто говорит, если говорит женщина, она говорит про девочку, кто говорит мужчина, говорит про мальчика, заметьте. То есть все равно каждый вешает, каждый думает о своем платье, о своей рубашке, продолжает думать. Как бы это вот внутри нас. Я к чему говорю, что в отношении того, что может быть сделать с точки психологии, набрать как раз этих историй, истории для тех же самых родителей, потому что здесь проблема, здесь правильно было сказано, в отношении буллинга, в отношении именно суицидов, здесь я давал еще экстремизм определенный там есть. Здесь и каждый сегмент, вот здесь вот все одно с другим выстраивается. Здесь же есть еще момент, и вот сказали в отношении суицид, есть момент еще экстремизм же добавляется. У меня вот два часа сегодня еще другое совещание, то есть круглый стол, там тоже эти моменты обсуждаются. Почему? Потому что человек принципиально вот такой, вот такой, он весь вот такой, он правильно шел правильной дорогой, а тут радикалы, которые в интернет-сетях подтягивают, мы тебя поддержим, ты приходи, мы тебе еще поможем, чтобы с ними побороться и все. То есть человек может быть пойти совершенно по другой линии, совершенно по другой стезе. И вот здесь, может быть, тем же самым родителям, вот здесь правильно Григорьевич сказал, в отношении тех родителей, которые по большому счету наши ровесники, и даже младше гораздо есть, и в отношении того, чтобы они понимали, что будет вот именно для их чада, именно для их ребенка. Если идти вот по этой линии конкретно, вот, можно сделать брошюр какой-нибудь, можно сделать, и самое страшное, что этот момент должен быть касаться, например, в основном, если мы касаемся Тарстана родителей, для региона данного. То есть чтобы человек понимал, что это не где-то далеко на Луне, а это вот здесь рядом произошло. Какие-то части истории я вам готов рассказать, показать, куда двигаться, да, по линии психологии. Почему? Потому что тот же самый момент, когда дети несут ответственность за своих родителей, или родители за своих детей. Здесь тоже должно быть понимание быть у родителя, что если он сейчас сегодня толкнет ребенка к тому, что то, что было, а дальше ребенок скажет, папа, мама, я там хочу быть, там, хочу быть чиновником. А почему он будет идти к этому чиновничеству? Многие сейчас говорят, что у нас все это закрывается, там, все эти базы данных, все остальное. Поверьте на слово, ничего не закрывается. В отношении того, что если он в дальнейшем будет идти по линии чиновничества, то есть будет подниматься по линии депутатства и так далее, всегда вспомнит, что это было, вот это пятно, у него будет висеть. Он будет от него оттираться, затираться, оно будет, чем больше он оттирается, тем оно глубже проникает. Как проказа своеобразная. Вот здесь было связано с какой-то чирием. Нет, это проказа, который будет вам внутрь в хосте въявляться. И здесь вот этот момент должен человек понимать, родитель, что если вот так-то, то дальше будет так-то. То есть и вот эти моменты, когда он будет видеть эти примеры, может быть, при разговоре с ними, вы понимаете, что вы делаете для ребенка? Вот вы давите в отношении сессии, правильно сказано? Может, родители не знают, что есть доп. сессия, он просто не знает физически. Он же там, не все родители заканчивали высшее образование, не все. Или учился он лет 20-30 назад, он уже не помнит, какая там доп. сессия, о чем вы говорите? То есть вот эти моменты, может быть, как раз, если есть вот эти, когда родители обращаются, а я так понял, что у вас есть факты, да, конкретно, когда обращаются, правильно или нет? Я просто хотела узнать, кто конкретно должен осуществлять эту профилактику среди не только детей, но и их родителей. Приводите ко мне, я все расскажу. Я вот айвать не буду, все расскажу. Родителям, вот как-то по-русски говоря, отфилактируем, объясним, что им надо, куда дальше двигаться, потому что тот же родитель, когда мне будут посмотреть в глаза и посмотреть, что за родитель, и будет ясно, понятно, как с ним дальше разговаривать. Я понимаю, но чисто практически родители никогда не выходят. Ну, как бы вам, пока проблемы вы полностью не касаете. Соответственно, я привела пример родительского собрания, потому что на этот час родители поблагают себя отработать, домашнее дело, все же приходит в школу. Вот, встает тогда вопрос, послевать все, может быть, на родительских листах. В школе? Да. Это консистентная психолога. Однако мы знаем, что, ну, реализовать набрать... Просто поскольку вы говорили без микрофона, я вот не обратил, к сожалению, от внимания для телезрителей, я уточню, что речь идет о том, как использовать, можно ли для этого использовать родительские часы, которые проводят в школе. Хотя мне очень нравится тезис про цифровой след. Вот что такое цифровой след, вы знаете, точно на тысячу процентов. И он кинул, это вообще великолепное орудие в ваших руках, воспитательное, в том числе, работе. Он же вечно будет тянуться по жизни. Мы говорим о цифровизации общества. Это вообще прелесть, то, чего не было никогда. Можно говорить про цифровизацию коррупции. Это вот отдельная тема, как-нибудь круглого стола и так далее. Здесь вообще можно об этом говорить. Я думаю, что здесь каждый может сказать. Но в отношении того, что я думаю, здесь не работа психолога, вот о чем сейчас вы говорите. Здесь не совсем работа психолога, здесь работа, наверное... Вот психолог только будет ориентировать классного руководителя, который должен какую-то лекцию, наверное, повышение квалификации, который должен родителям на каком-то классном часе объяснить, что если вот так-то, то там будет... Вы понимаете, куда вы движетесь всей своей семьей или со своими детьми. Что дальше они говорят, да, мне все равно, я скоро уеду, там некоторые говорят, мы уедем. Здесь живешь. Поэтому нужно вот именно моменты находить, объяснять. И здесь может быть именно классный руководитель. А Тирай, я еще давно уже об этом говорил, должны быть в школах воспитатели. Старая добрая функция, прошу раз нам говорили, да, министр образования говорил, обратно возвращается в воспитательную функцию в школы. Вот она, воспитательная функция. Еще вопрос же был... Да, я хотела бы сказать, что, в принципе, согласна по поводу... Ну, я не знаю, насколько сейчас есть действительно в каждой школе психолог, но, наверное, это так, потому что у меня уже ребенок вырос из этого возраста. Но, тем не менее, вы знаете, я бы вот уже, наверное, как бы со своей позиции тому же классному руководителю, чтобы он мог донести до родителей, то есть здесь действительно вот право насчет того, что психолог может только направить того же классного руководителя. А вот классный руководитель, и, может быть, чтобы было одно из требований при поступлении в школу учителем, когда его назначать классным руководителем, чтобы был вот этот вот диалог с родителями не только просто на том уровне, что вот я до вас довожу, и все на этом, я умываю руки. Нет. А здесь уже, скажем так, смыслово, чтобы было и понятно родителям, и понятно тому классному руководителю, что он им говорит, а не просто, как бы сказать, что, ай-яй-яй, как это нехорошо. Вот я знаю, что у вас, вот ваш сын приходил, и там дочь пришли, рассказывали, что вот вы там заплатили столько-то, что вот туда вы отнесли такой подарочек. Вот. Но что касается, это школа, да, я поэтому до этого еще сказала, что, в принципе, семья, здесь изначально должна быть семья, и, в принципе, родители, я думаю, здесь психологи хорошо, классные руководители хорошо, преподаватели это хорошо, заместители декампенсационной в специальной работе тоже, наверное, хорошо. Но, тем не менее, в первую очередь, это для того, чтобы ребенок это понял, во-первых, нужно с ним быть на одной волне и показывать, наверное, родителям примером, то есть собственным примером. Спасибо. Спасибо. Давайте мы не будем сейчас продолжать, потому что иначе получится этот разговор на одну тему и одного человека, но пометку организатора себе сделать, мы уже несколько тем для дальнейших обсуждений вычленили, одна из них, как пробраться в голову не только детей, но и их родителей, через какие инструменты и в какой момент это удобнее сделать, для того, чтобы засело. Есть еще просто вопрос в зале. Время у нас вышло, но все-таки раз микрофон у вас в руках, то пожалуйста. Добрый день, меня зовут Тринас, я тоже из Института психологии образования. На самом деле, я понимаю, что вопрос тот же самый. Решат Альфилович просто упомянул, что если нужны какие-то методы психологические, которые он может подсказать, мне вот интересно, как будущему психологу, какие методы есть противодействию борьбы с коррупцией. Спасибо. Вы вообще, давайте так, это красивый финальный вообще вопрос. Вы мне настолько облегчили задачу сейчас, чтобы не повторяться. Вот какие вы считаете из существующих сегодня методов, очень коротко, по профилактике и противодействию коррупции, наиболее эффективными, а может быть первоочередными? Вопрос к каждому тогда. Я считаю, что самое главное в цифровизации, вот уже опыт Республики Татарстан это показал, о том, что цифровизация, что касается первого класса приема, у нас сейчас все открыто, все знают свое место, и не дай бог кто-нибудь там опередить, сразу же это будет достоянием всех уже. И второе, второе, это открытость, открытость тех органов, открытость всех и вся, потому что как только мы закрываемся, мы сразу же создаем какие-то коррупционные риски. Должно быть открыто все, что мы делаем. Это касается и государственных органов, и вузов, и распределения общежития. То есть если люди знают достоверно, как должно быть, и что на самом деле происходит, то тогда в этом случае мы можем говорить о минимизации коррупционных рисков. Ну и самый правильный вопрос задавали, вопрос по профилактике, какие меры профилактики у нас в сегодняшний день доступны и возможны. Их очень много. Я не зря вам говорила про религиозную организацию, про общественную организацию, про средства массовой информации. Если вы обращаете внимание, смотрите телевидение, то у нас почти каждой неделе идут передачи, на которых мы доводим информацию о тех или иных коррупционных рисках, которые могут быть. Это и разные правовые программы. Это объяснение людям тех или иных их прав тоже способствует последующей минимизации, потому что незнание своих прав во многом же ведь наталкивает людей, на какие-то коррупционные схемы. Потому что если человек знает свои права, если знает, как это получить, то тогда минимум коррупции она обеспечена. Ну, оставляю коллегу. Я, кстати, призываю экспертов. У наших экспертов тоже есть что сказать по этому завершающему на сегодня вопросу. Ну, например, ввести в уголовный кодекс, наконец, смертную казнь за коррупцию в особо крупных размерах. Ну, все равно мораторию, все равно не расстреляют, да? Ну, по крайней мере, пожизненное, а дальше там уже амнистия не подлежит. Ну, например, я пофантазировал, если у вас есть что-то добавить с точки зрения законодательства, морально-психологических действий, то, пожалуйста, вам карты в руки. Они пока думают, да, в отношении того, что, на самом деле, как раз с языка сняли. В отношении методов, сейчас я касаюсь методов психологии, отдельный момент психиатрии даже, не будем касаться, но совсем дальше уходить не будем, в глубь науки. В отношении того, что, на самом деле, многие говорят, то, вели бы смертную казнь, все бы сразу кончилось, ужесточили уголовный кодекс, вот сразу, сразу все бы у нас белым пушистым стало. У нас есть страны, где все это должно быть белым пушистым, но оно белым пушистым не становится. Все только бывает мрачнее и мрачнее, хотя, может быть, их там меньше. И здесь именно метод, одним из методов, скажем, направления по линии психологии, по линии работы психологических методов, работы с, скажу так, побольше, наверное, поширше с населением, это регулярное напоминание о том, что будет, что творится вокруг, и что будет, если вы сделаете. То есть вопрос не в угрозах же, совершенно говорю. Вопрос в том, что ты сломаешь свою жизнь. В отношении, помните, я говорил, мы все только что говорили, в отношении ребят, которые там кто-то что-то принципиально пошел, есть такое интересное понимание, называется по гамбургскому счету, когда вот на самом деле много лет проходит, есть такое интересное понимание, интересно будет, вы давайте поговорим, смотрите, и вот есть момент в отношении того, что проходит много-много лет, по себе знаю, вот мы регулярно встречаемся с однокурсниками, сидим, обсуждаем, чай пьем, и в том плане, что там ясно становится понятно, кто был кто там, когда мы учились. Мы до сих пор на самом деле помним, кто как себя вел, кто себя преподносил, и эти моменты, говорю еще раз, они потом останутся, время пройдет, и оно, вот это на человеке, это как определенное пятнышко, или вот это пятно, оно останется навсегда, и мы это помним всегда, то есть нам из головы это не вытянуть, не убрать. Здесь тоже такой же момент, в отношении того, что если человек в семье, то есть начинается, вот я говорю всегда, эти моменты начинаются с рождения, вот здесь было красиво показано рождение, потом школа, вуз, обычный такой момент, свадьба, смерть, то есть эти моменты, реперные точки для жизни человека, они всегда есть. И вот по сути эти реперные точки есть моменты психологического воздействия на человека, то есть когда на человека можно воздействовать и говорить, вот здесь-то, вот здесь подумай, школа, подумайте, и в каждой семье должен быть определенный такой своеобразный для вас идею, можно, да, сразу отдать им, психологического календаря семьи, то есть что, на что повлияет, если в дальнейшем это будет, пойдет вот не по тому пути, который должен был выровняться. И мы сейчас находимся, вот вы, мы, да, мы, наверное, все вместе здесь, находимся в определенном, потому что я все время переношу себя на тот период времени, когда я учился, я нахожусь тоже в периоде обучения, тоже каждый человек учится, и я думаю, что всегда учится, я от вас, вы от меня, и эти моменты, я думаю, что мы сейчас находимся на том периоде, как раз в середине жизни, какой бы возраст ни был, мы все равно находимся в середине жизни, вот находясь с вами, с молодежью, вот мне все время, как в том старом фильме говорили что старики должны жить с молодыми помните вместо встречи нельзя здесь примерно тоже так же поэтому здесь вот в середине жизни и вот от середины жизни вас определяющий куда дальше пойдете здесь было сказано про регион здесь было сказано про заселение общежития я еще говорю что здесь вот мы вот здесь сейчас создаем свою общность антикоррупционную вот здесь сейчас и сегодня поэтому как мы вот это все будем друг на друга воздействовать психологически или другими методами сейчас мы можем вообще в науку этих то совершенно ни к чему на родить есть то что если ему есть психологи есть юристы каждому свое и но в то же со временем каждый сегмент это большой-большой декорационная работа можно сказать слишком грубо громко извините спасибо у вас было что-то удача здесь из добавлю насчет науки все-таки один тезис психологический профиль коррупционера давно уже создан какими качествами должен обладать человек чтобы стать коррупционером это все прописано другой вопрос что это меняется я думаю может как раз вы и возьметесь за эти дипломные работы свои в качестве пожалуйста психологический профиль коррупционера то есть что он себе включает а если вы знаете профиль то в общем-то и подбираете способы воздействия как говорится теме то программы которые закладываются что можно изменить что можно сделать чтобы и тут был успех да и тут был какой-то результат все еще один момент поправку сразу реплика с места здесь же туда же продолжаю вы можете создать определенный такой классификацию таблицы профессии подверженных коррупционным риском это очень интересная очень интересная таблица для многих будет интересно то здесь можно посмотреть по большому счету объединить эти моменты посмотреть и накладывать но не просто так что вот вот как и как говорят каишник нет а где то есть в каком моменте и вот эти моменты тонкости просто можно в науку ударяемся чтобы было даже силовикам будет интерес посмотрели здесь здесь есть тонкая сторона если вот на эту тонкую сторону психически подготовленные что то есть одно с другим скрестил получается коррупционер грубо говоря спасибо пожалуйста на самом деле слушай вопрос юлия сейчас углубилась в свои летние мероприятия когда мы работаем со школьниками профилактически и работаем ну игровом формате пытаемся объяснить ребятам как не должно быть мы в прошлом году столкнулись со случаем когда но ребенок был нас не готов слышать потому что родители ему объяснили совершенно иначе там уперлась не психологическую историю там упор в том что у родителей недостаточный уровень правовых знаний и я как руководитель молодежной программы не могу предоставить родителю эти знания тут скорее наверное вопрос к аппарату президента может быть действительно включить этот час раз в полгода когда предоставлять правовое просвещение родителям объяснять эти правила вам бы юлия предложила там связаться с нами может быть проработать какие-то с нами летние мероприятия когда мы работаем со школьниками на именно с психологической стороны потому что мы тоже не до конца некоторые моменты понимаем но профилактика она с каждой возрастной аудитории должна быть определенной со студенчеством это более открытый диалог это обозначение терминов это обозначение уголовных наказаний со школьниками нельзя так вести диалог мы это понимаем это более мягкая форма обоснованная на терминологии честности правильности жизни это что дальше ты будешь жить также честно но вот как раз из истории проработать с родителями это очень важно и насколько я знаю в программе правового просвещения которую медведев 2019 подписывал такой пункт был но к сожалению он не по всей стране исполненный в татарстане он хоть как-то был исполнен других регионов такого не было как и создание студ комиссии они есть только в татарстане в других регионах их просто нет а так всему студенчеству быть открытыми быть принципиальными и пытаться решить свои вопросы максимально честными путями а если не выходит уж решить честными путями спокойно идти в администрацию своего вузы не бояться и решать по улице кремлевская дом 6 грамм 20 ремарка в отношении того что здесь наверняка дюйма дюйма как говорится как департамент это ее работа но здесь больше как раз касается института психологии образования почему там мы готовим будущих учителей будущих педагогов без будущих классных руководителей то есть и здесь на уровне института нужно подумать может быть в виде как практики сообразны то есть если наши который готовится педагоги и полемпсихологии тоже все в одном институте их их и то есть может эти ребята проходить у вас заодно и будут они же через год через два не станут уже педагогами школах там выйдут в большой мир и они будут знать хотя вот что уж что они к чему подготовить и что не помогли сказать полностью подключить вас в эти вопросы но мы готовы и поддерживать вас в этих вопросах мы там максимальный чем можем хотя бы подарочками задарим что вам еще и интересный какой-то плюс был мы я за то что молодежь должна же больше получать если мы говорим про именно программу по противодействию коррупции в школах преподаватели вообще не понимают как работать с детьми на эту тему и берут обычный сценарий у нас если вы подключились мы будем очень рады и готовы максимально прям вот лера она передаст все контакты и мы готовы вместе с вами до организовывать на все категории людей не только родители но и для учеников для школьников для дошкольников давайте вместе какие-нибудь новые креативные мысли подготовим для того чтобы вы же молодежь мы же вы же креативно мыслите и вот мы всегда вас ждем и давайте проведем какие-нибудь мероприятия какие-нибудь агитбригады можно по района можно поездить уже конкретно можно на телевидении час какой-то организовать и поскольку вы будущее психологи будущие юристы вашего вот уже на сегодняшний день то что вы готовы этим заняться это очень похвально и мы готовы вам тоже оказать помощь вот в этом направлении может быть последующем это будет у вас скажем по это направление вы пойдете может быть вы на кто-нибудь из вас напишет диплом на работу потому что противодействие коррупции на сегодняшний день дипломных докторских не так много давить и поэтому вот это еще у нас вот это направление она скажем только на зачете и новые методы новые какие-нибудь современные методы борьбы с коррупцией они нас ищите очень востребованы эти знания востребованы и ваши навыки вас востребованы поэтому мы ждем вас в любое время пожалуйста вашими идеями мы готовы их обсудить спасибо но наш шоурум не только накануне 9 декабря всемирного дня борьбы с коррупцией но я думаю в ежедневном режиме в круглогодичном режиме готов организовывать но я бы назвал не ликбез не просвещение а антикоррупционной идеологии потому что судя даже по вопросам сегодня задаваемым коллегами каждый из них достоин отдельного разговора открытого под камеры без камер в любом формате и думаю что мы будем чаще встречаться с вами есть о чем поговорить и есть чему научиться друг у друга я благодарю наших экспертов наших спикеров спасибо всем присутствовавшим спасибо